Уважаемые коллеги, добрый день. Ну, Ашот Мирожанович немножко облегчил мне задачу, потому что он уже несколькими широкими, такими большими мазками охватил проблему рака лёгкого и её диагностики. В этой аудитории, наверное, не надо говорить... Что-то у меня не переключается. В этой аудитории не надо говорить про актуальность проблемы рака лёгкого. Действительно, проблема одна из наиболее актуальных. И мы видим, что рак лёгкого и в абсолютных, и в относительных цифрах занимает первое место как в структуре заболеваемости, так и в структуре летальности. Причём мы знаем, что рак лёгкого имеет очень высокий индекс агрессивности, а это говорит о том, что отношение заболевших к умершим будет очень высокое. И по месту в структуре смертности от онкологических заболеваний рак лёгкого далеко опережает такие нозологии, как колоректальный рак, рак молочной железы и рак предстательной железы вместе взятые. Мы знаем, что проблема рака лёгкого крайне актуальна именно в экономически развитых странах и в первую очередь на основных континентах. Это Европа, это Азия и это обе Америки, где рак лёгкого занимает первые места в структуре заболеваемости как у мужчин, так и у женщин. Проблемы рака лёгкого достаточно глубокие, они определяются самим заболеванием. На сегодняшний день мы условно разделяем рак лёгкого, это принципиальная позиция, на мелкоклеточный и немелкоклеточный. Мы видим, что мелкоклеточный несколько снижается в последнее время, составляя 15%. А говорить мы сегодня будем в основном о немелкоклеточном раке лёгкого. В структуре этой нозологии мы имеем две основные формы, это плоскоклеточный рак и аденокарцинома. В мире аденокарцинома превалирует порядка 40%, в Российской Федерации превалирует плоскоклеточный рак. В мире плоскоклеточный рак составляет 27%. 13% это неплоскоклеточные формы рака, сюда в основном относятся крупноклеточный рак. И редкие формы опухоли порядка 5%. Проблема в том, что более 70% на момент диагностики имеют местно распространенную, зачастую нерезиктабельную и метастатическую формы опухоли. Более 50% пациентов на момент диагностики уже имеют метастазы, либо в регионарные лимфозлы, либо отдаленные метастазы. И это транслируется в очень низкие показатели пятилетней выживаемости, которые на круг составляют, к сожалению, 5%. Но мы говорим про исторические данные, про эпоху до внедрения иммунотерапии, потому что на сегодняшний день, конечно, мы имеем уже несколько другие реалии, и у нас изменилась парадигма. Что касается проблемы рака легкого в Российской Федерации, то они те же самые, что и в мире. Более 70% это пациенты третья и четвертая стадия процесса. Более 40% это четвертая стадия заболевания. Проблемы морфологической диагностики, о них сейчас Ашот Миружанович говорил подробно. К сожалению, действительно, у нас сейчас мы имеем достаточно неплохие показатели морфологической верификации, около 80%, но до сих пор остаются регионы, где морфологическая прижизненная верификация процесса составляет только 60%. И летальность на первом году после постановки диагноза порядка 50%. До недавнего времени онкология базировалась на трех основных китах. Это хирургия, это лучевая терапия и цито-токсическая терапия, химиотерапия. На сегодняшний день к ним присоединилось два дополнительных. Это таргетная терапия, которую в клинической практике мы имеем где-то с начала 2000-х годов, 2004 года. И в первую очередь именно на модели рака легкого. А в последние где-то 5-6 лет к нам присоединилась еще и иммунотерапия, которая действительно принципиально изменила парадигму в лечении рака легкого. Потому что если раньше мы говорили о трех основных задачах лекарственной терапии, это увеличение продолжительности жизни, увеличение времени до прогрессирования и улучшение качества жизни, то на сегодняшний день мы имеем еще и такой принципиально возможный фактор, как излечение пациентов и то, что действительно изменяет показатели выживаемости. С чем мы входили в 2020 год? Наша конференция посвящена достижениям 2020 года. С чем мы входили в 2020 год и с 2019 года? Основное – это дифференциация рака легкого на две основные подгруппы. Это плоскоклеточный и неплоскоклеточный рак. В группе неплоскоклеточного рака мы в первую очередь искали драйверные мутации, потому что принципиально это, как правило, группа некурящих пациентов. И в этой группе на сегодняшний день мы имеем очень широкий спектр таргетных препаратов. Сейчас мы, может быть, я одним слайдом охвачу эту проблему, хотя это невозможно сделать, потому что проблема очень глубокая. Но после того, как мы выделяли пациентов с наличием драйверных мутаций, мы могли ранжировать пациента по единственному на сегодняшний день эффективному предиктору эффективности лечения – это уровень PDL-экспрессии. Мы делили пациентов на пациентов с негативной и позитивной PDL-экспрессией, а пациентов с позитивной PDL-экспрессией дальше делили на две основные подгруппы – это с умеренной экспрессией более 1% и с гиперэкспрессией более 50%, которая также подразделялась на две подгруппы. Что мы имели в этих подгруппах? Мы знали, что высокая PDL-экспрессия является предиктивным фактором эффективности иммунотерапии, и длительное время у нас был единственный вариант лечения в этой группе – это исследование K-NOTE24, которое сделало пембролизумап препаратом выбора у пациентов-гиперэкспрессоров, а у пациентов с положительной экспрессией на всю группу и в некоторых группах с отрицательной PDL-экспрессией мы имели три наиболее значимых исследования и три стандарта. У пациентов с неполоскоклеточными формами рака мы могли применять комбинацию пембролизумап с химиотерапией, исследование K-NOTE189. У другой групп пациентов, ну, в принципе, та же самая группа, мы могли применять так называемый квартет, тройную комбинацию – это химиотерапия плюс бевоцезумап плюс атезализумап, как стандарт лечения, не стандарт, а как вариант лечения. А у пациентов из прогностически не очень благоприятной группы плоскоклеточного рака единственный эффективный протокол, эффективная схема лечения была комбинация пембролизумапа с химиотерапией, протокол K-NOTE407. Сейчас несколькими слайдами я охвачу. Это вот история внедрения иммунотерапии. Я уже об этом говорил. Итак, протокол K-NOTE24. Протокол очень интересен, потому что, несмотря на то, что он включал относительно небольшое количество пациентов, он был очень такой элегантно построенный, включались пациенты четвертой стадии рака легкого при отсутствии драйверных мутаций с обязательной возможностью оценку опухоли по рецист. Экок статус 0.1, и это принципиально важно для пациентов, у которых мы хотим эффективно применять иммунотерапию. Как я уже сказал, при отсутствии драйверных мутаций и отсутствии нелеченных метастазов в головной мозг. Пациенты рандомизировались один к одному. В одной группе они получали пембролизумап в стандартной дозировке раз в три недели, в другой группе они получали химиотерапию, а дублеты на основе препаратов платины. Пациенты из группы химиотерапии при прогрессировании могли переходить в группу с иммунотерапией. В этом исследовании общий кроссовер составил более 66%. И исследование показало, да, включались пациенты с гиперэкспрессией, обязательный фактор это экспрессия PD-L1 более 50%. Протокол показал, что пембролизумап в монорежиме действительно эффективен, как по частоте ранних ответов. Ответ на иммунотерапию соответствовал ответу на химиотерапию 2,2 месяца. При этом средняя продолжительность ответа была в группе с пембролизумапом не достигалась, тогда как в группе с химиотерапией стандартные 6 месяцев. Частота объективного ответа статистически значимо выше была у пациентов, которые получали пембролизумап, плюс 17%. Разница высоко достоверна. Данные дослеживания пациентов это безрецидивная выживаемость. Мы видим, что для иммунотерапии, особенно на ранних стадиях, мы знаем, что в начале пациенты до апсонизации опухоли и до включения иммунного ответа они, в принципе, достаточно быстро выбывают. И вот мы видим, что снижение кривых безрецидивной выживаемости было достаточно значимо в первые 3 месяца. При этом, начиная с 3 месяцев, кривые начинают расходиться. Несмотря на то, что безрецидивная выживаемость была достаточно близка, 5,5 против 7,7 месяцев, однако трехлетняя выживаемость увеличилась практически более чем в 5 раз, с 2,8, кажется, до 22%. Более значимые показатели были в группе общей выживаемости. Мы видим, что и медиана выживаемости выросла на 7 месяцев, и трехлетняя объективная выживаемость выросла практически в 2 раза. Причем, надо сказать, что в этом исследовании был 66-процентный кроссовер из группы химиотерапии и в группу иммунотерапии. Эти данные, которые были представлены на АСКО в этом году, из группы в 140 пациентов была выделена группа 39 пациентов, которые получили все 35 циклов пембролизумаба. Мы видим, что у большинства пациентов отмечается либо частичный, либо полный ответ опухоли. Причем желтые квадратные треугольнички – это полный ответ опухоли. Мы видим, что полный ответ опухоли мог регистрироваться уже после окончания терапии пембролизумабом. Причем только в одном случае у пациента после завершения всех 35 циклов была смерть от прогрессирования, так как все остальные пациенты длительное время, более трех лет, как правило, 89% пациентов пережили третий год наблюдения, уже находясь один год без лечения. Имели очень хороший и длительный ответ. При этом у 12 пациентов была возможность реинтродукции пембролизумаба в связи с прогрессированием заболевания на более поздние сроки. И средний период наночения пембролизумаба составлял более 12 месяцев. Только в одном случае у пациента было прогрессирование в начале самой второй индукционной линии. Иными словами, продолжение терапии является крайне эффективным методом. Таким образом, в 2019 году основным стандартом в лечении пациентов-гиперэкспрессоров было наночение пембролизумаба. Причем с возможностью реиндукции терапии у пациентов при прогрессировании после окончания основного цикла терапии. Однако на сегодняшний день мы получаем новые возможности в лечении. И они связаны не только с анти-ПД-1, но и с анти-ПДЛ-1 препаратами. В данном случае я говорю о ботезолизумабе. Потому что препарат имеет очень интересные механизмы действия. Помимо того, что он активирует Т-лимфоциты благодаря блокаде ПДЛ-1 экспрессии препарата, еще благодаря тому, что он блокирует и ПДЛ-легант на лимфоцитах, он еще и позволяет активироваться ТОЛ-рецептору, CD80-рецептору на дендритных клетках. Тем самым увеличивая частоту и интенсивность противоопухолевого ответа и реакция трехклеточной кооперации при опционизации опухоли, при проведении прайминга. А также благодаря тому, что препарат не блокирует легант ПДЛ-2, он еще способствует сохранению иммунного гемеостаза и уменьшению частоты аутоиммунных реакций у пациентов, которые получают отезолизумаб. В этом году было опубликовано и представлено исследование ИМПАУР-110, которое также определило возможность применения отезолизумаба в монорежиме у пациентов-гиперэкспрессоров. Критерии включения были те же самые, что и в исследовании КНО-24. Это ранее нелеченные пациенты немелклеточным раком легкого при отсутствии драйверных мутаций ИГФР и АЛК при хорошем функциональном ЭКОК-статусе 0,1. Пациенты стратифицировались по полу, особенностям статуса и гистологической структуры опухоли. В одной группе пациенты получали отезолизумаб в стандартных дозировках раз в три недели. В другой группе получали химиотерапию на основании платиновых дублетов в зависимости от гистологической структуры – плоскоклеточный либо неплоскоклеточный рак. С последующим возможностью продолжения поддерживающей терапии пиметриксеном в группе неплоскоклеточного рака. И было получено очень неплохие, очень симпатичные показатели безрецидивной выживаемости. Безрецидивная выживаемость увеличилась на 3 месяца с 5 до 8 и 1 месяца. При этом одногодичная выживаемость увеличилась практически более чем на 10%. С 21 до 36% разница статистически достоверная – это безрецидивная. А это показатели общей выживаемости. Мы видим, что медиана также увеличилась практически на 7 месяцев с 13 до 20 месяцев. Одногодичная выживаемость увеличилась с 50 до 65%, то есть на 15% абсолютный прирост одногодичной выживаемости. Частота объективного ответа была также выше практически на 10% у пациентов, которые получали отезолизумаб. При этом длительность ответа, как и в протоколе Кейноут, не достигается, тогда как в группе химиотерапия она оставляет стандартные 6 месяцев. И эффективность отезолизумаба не зависела от того, какой маркер мы использовали для оценки PDL-экспрессии. Оценивали мы стандартным красителем SP142, либо 22C3, который чаще применяется для пембролизумаба, либо SP263, который мы чаще применяем для дюрволумаба. Эффективность применения отезолизумаба не зависела. Если мы проведем сравнение исследований Empower 110 и Кейноут 24, то мы увидим, что большинство показателей в группе иммунотерапии в монорежиме сопоставимы. Медиана времени без прогрессирования для отезолизумаба ставила 8 месяцев, для пембролизумаба 7 месяцев, с очень высоким показателем отношения рисков. При этом медиана общей выживаемости для отезолизумаба составила 20 месяцев, для пембролизумаба 26 месяцев. Для отезолизумаба выигрыш по показателю общей выживаемости составил 41%, для пембролизумаба он составил 38%. В исследовании Empower 110 мы не получили новых сигналов безопасности. Переносимость препарата была достаточно высокая и хорошая. Частота нежелательных явлений для иммунного препарата ставила 60%. Это, в принципе, относительно небольшие показатели, причем нежелательное явление третьей-четвертой степени составляет только 12%, а отмена терапии в связи с нежелательным явлением составила только 6%, что, в общем, достаточно хороший показатель для проведения иммунотерапии. Это относится к пациентам с гиперэкспрессией, у которых экспрессия PDL более 50%. Каковы опции мы имеем для пациентов из групп с негативной экспрессией либо с умеренной экспрессией PDL1. Основным фактором, который позволяет интенсифицировать терапию, это возможность раннего лизиса опухоли с увеличением антиген-презентации и с блокадой ранней прогрессии в начале проведения иммунотерапии, когда иммунная система еще не опционизировала опухоль, и у нас нет еще адекватного прайминга для адекватного иммунного ответа. Для этого мы комбинируем иммунотерапию с токсическими препаратами. При этом химиотерапия, благодаря, с одной стороны, подавлению роста опухоли на ранних этапах, особенно при химионаивной опухоли, с другой стороны, химиотерапия позволяет преодолеть иммуногенный разрыв в зоне микроокружения опухоли, увеличивая инфильтрирующие лимфоциты, в первую очередь CD4, CD8, T-хелперное звено, предопределяется токсический эффект в зоне самой опухоли. Три ключевые исследования. Два исследования при применении комбинации двойной химиотерапии плюс иммунотерапии. Исследования Keynote 189 для неполоскоклеточных форм, немелкоклеточного рака легкого. Критерии включения приблизительно те же самые. Хороший экохс статус, отсутствие драйверных мутаций, отсутствие предшествующей терапии. Пациенты анонимизируются на две группы. В одной группе пациенты получают противоопухолевый дублет, платина плюс пиметриксед с последующей поддерживающей терапией пиметрикседом. В другой группе получают двойную комбинацию плюс пембролизумаб в стандартных дозировках раз в три недели. С последующей поддерживающей терапией пембролизумаб плюс пиметриксед до одного года. Группы были хорошо сбалансированы по уровню PDL-экспрессии. Мы видим, что отрицательная PDL-экспрессия в обоих группах составляла около 30%. И мы видим очень хорошие показатели как безрецидивной, так и общей выживаемости. Общая выживаемость увеличилась более чем в два раза. Двухлетняя с 20 до 40%. Медиана выживаемости увеличилась на 6 месяцев. При этом по безрецидивной выживаемости мы также видим значительный прирост. Причем кривые выживаемости приблизительно соответствуют кривым выживаемости в исследовании КИНО-24. Двухлетний прирост безрецидивной выживаемости в абсолютных цифрах составил практически 20%. Единственным негативным фактором являлось то, что у пациентов с негативной PDL-экспрессией и пациентов с умеренной PDL-экспрессией от 1 до 49%. Мы видим, что кривые, как мы привыкли, для иммунотерапии не выходят в платы, имеют нисходящее значение. И вот у пациентов с негативной PDL-экспрессией мы видим, что в течение трех лет практически кривые опускаются до нулевых отметок. Еще одно очень интересное и красивое исследование – исследование EMPOWER-150. Очень элегантный дизайн. Включались те же самые пациенты. Всего было включено более 1200 пациентов. Достаточно большое исследование. Три основные рукава в соотношении один к одному. Это стандартная химиотерапия плюс бевоцезумаб, как стандарт для лечения неплоскоклеточного рака. В другой группе пациенты получали двойную комбинацию карбоплатин-поклитоксел плюс отезолизумаб. А в третьей группе они получали квартет, то есть два химиопрепарата плюс бевоцезумаб плюс отезолизумаб. И после окончания шести курсов терапии пациенты получали поддерживающую терапию в одной группе бевоцезумаба, в другой группе отеза, в третьей группе двойное сочетание отеза плюс бева. Сразу было показано, что частота объективного ответа в группе с тройной комбинацией на 30% практически выше, чем у пациентов, которые получают стандартную терапию, химиотерапию плюс бевоцизумаб. Мы видим, что безрецидивная выживаемость также значительно была выше, точнее, извините, это общая выживаемость, была выше у пациентов, которые получали тройную комбинацию медиана, увеличилась на 5 месяцев с 15 до 20 месяцев, при этом двухлетняя выживаемость увеличилась практически на 10%. Что еще очень важно, то, что в этом протоколе было впервые показано, что и пациенты с наличием драйверных мутаций, а всего таких пациентов было около 70, имели преимущество от назначения тройной комбинации, потому что, правда, включались пациенты, которые спрогрессировали уже после применения таргетных препаратов в первой линии. Так вот, пациенты отмечали очень неплохой ответ в этой группе, медиана выживаемости увеличилась с 18 до 29 месяцев, то есть практически на 10 месяцев, практически плюс год жизни для пациентов с наличием драйверных мутаций. И отдельно рассматривалась группа пациентов с наличием метастазов в печени. Эта группа относится к группам с крайне неблагоприятным прогнозом по выживаемости, она в принципе соответствует группе пациентов с наличием метастазов в печени. Так вот, медиана выживаемости в этой группе также превысила один год, составляет 13,2 месяца и была статистически достоверно лучше, чем у пациентов, которые получали стандартную терапию. При этом на АСКО в этом году были представлены данные, когда опухоли метастатически разделялись на две основные группы с высокой и низкой распространенностью. В группу с низкой распространенностью относились опухоли с наличием менее двух метастазов и при размере опухоли менее 10 сантиметров, а в группу с высокой распространенностью это опухоли более 10 сантиметров, либо когда метацазы имеют размер более 10 сантиметров, при наличии более трех метастазов. Мы видим, что выживаемость в группе с низкой распространенностью при применении тройной комбинации была крайне симпатичная. Медиана общей выживаемости составила от 17 до 22 месяцев, а в группе с большой распространенностью, к сожалению, она была менее выразительна, но при этом цифры более чем приемлемые, потому что мы говорим о метастатическом раке легкого и имеем медиану общей выживаемости от 16 до 17 и 6 месяцев, что является достаточно приемлемым. Еще одно исследование – это исследование плоскоклеточного рака, исследование K-NOTE-407. Мы знаем, что плоскоклеточный рак характеризуется более негативным прогностическим индексом, чем неплоскоклеточные формы немелклеточного рака. Соответственно, исследование включало стандартную химиотерапию плюс плацебо против стандартной химиотерапии плюс пембролизумаб с последующим проведением поддерживающей терапии пембролизумабом до 35 циклов. При этом возможен был кронсовер. В исследовании было показано, что объективный эффект у пациентов, которые получали двойную комбинацию с пембролизумабом, на 20% выше, чем у пациентов, которые получают только химиотерапию. При этом частота частичного ответа была в два раза выше у пациентов, которые получали двойную комбинацию, А прогрессирование заболевания было также в два раза выше у пациентов, которые получали только химиотерапию. Вот данные обновленные, которые были представлены в 2019 году. Мы видим, что медиана выживаемости увеличилась с 11 до 17 месяцев, а двухлетняя выживаемость увеличилась практически на 8% с 30 до 32%. Однако и здесь тоже существует несколько негативных факторов, потому что у пациентов с негативной ПДЛ-экспрессией, к сожалению, мы видим, что кривые выживаемости в финальной части сходятся. И двухлетняя выживаемость приблизительно одинакова и для пациентов, которые получают химиотерапию, и для пациентов, которые получают двойную комбинацию. Поэтому на сегодняшний день у нас появилась новая опция в лечении пациентов, и эта опция в основном охватывает пациентов с негативной ПДЛ-экспрессией. Это два протокола, которые были опубликованы на АСКО в этом году. Первое – это исследование CheckMate 227. Мы очень долго обсуждали это исследование раньше с точки зрения мутационной нагрузки в опухоли и пытались привязать этот предиктивный фактор. Само исследование построено очень элегантно, потому что оно включает тех же самых пациентов с диссиминированным немелкоклеточным раком легкого, вне зависимости от уровня ПДЛ-экспрессии. При отсутствии драйверных мутаций, ЭКОК-статус 0 и 1, пациенты принципиально стратифицируются на пациентов с негативной и позитивной ПДЛ-экспрессией в отношении 2 к 1, общее количество пациентов превышает 1700. При этом в каждом рукаве пациенты еще рандомизировались на три группы в отношении 1 к 1. Одна группа – это двойная комбинация неволумаб плюс эпилемумаб. Очень интересная комбинация, потому что она, имея различные точки приложения для каждых иммунных препаратов, она потенциирует эффективность друг друга и увеличивает общий ответ при достаточно неплохой переносимости. В другой группе пациенты получали только химиотерапию в зависимости от гистологической структуры опухоли. У пациентов с положительной ПДЛ-экспрессией была группа с неволумабом в монорежиме, у пациентов с негативной ПДЛ-экспрессией была двойная комбинация по типу протокола КНО24, когда пациенты получали неволумаб плюс протокола 189 и 47, когда пациенты получали двойную комбинацию химиотерапии плюс неволумаб. И мы видим, что кривые общей выживаемости были достаточно хороши. Эта группа пациентов с положительной ПДЛ-экспрессией, медиана выживаемости в группе с двойной комбинацией составила 17,1 месяц. В группе пациентов, которые получали неволумаб в монорежиме, была несколько хуже, 15,7. Прошу вас обратить внимание на эти цифры, потому что, когда мы смотрим на кривые выживаемости пациентов с негативной ПДЛ-экспрессией, мы видим те же самые показатели общей выживаемости. Для группе с двойной комбинацией, даже у пациентов с негативной ПДЛ-экспрессией, мы видим медиану выживаемости 17,2 месяца, и кривая тоже выходит в плату после двух лет наблюдения. На сегодняшний день мы имеем трехлетний период наблюдения. А у пациентов с комбинацией неволумаб плюс химиотерапии показатели медианы общей выживаемости были тоже приблизительно те же самые, порядка 15 месяцев. И одна и другая группа были статистически лучше, чем у пациентов, которые получали только химиотерапию. При этом показатели частоты объективного ответа и длительности ответа не зависели от уровня ПДЛ-экспрессии. Мы видим, что у пациентов, которые получали двойную комбинацию и в группе с негативной, и в группе с позитивной ПДЛ-экспрессией, длительность ответа превышали 18 и 23 месяца соответственно. И были значимо лучше, чем у пациентов, которые получали химиотерапию. По частоте побочных эффектов мы также видим, что пациенты, которые получают только иммунотерапию без химиотерапии, характеризовались значимым меньшим количеством побочных эффектов. В группе неволумаба в монорежиме 66%, двойная комбинация 77%, и частота побочных эффектов в 3-4 степени составляли соответственно 20 и 33%, что в принципе является приемлемыми показателями. Еще одно исследование, которое на сегодняшний день является для Российской Федерации новой возможной опцией в лечении, это сочетание двойной комбинации неволумаба плюс эпилемумаб с двумя циклами химиотерапии против 4 циклов химиотерапии в зависимости от гистологической структуры. Это исследование CHECKMADE 9LA. Еще раз, основной принцип комбинации неволумаба плюс эпилемумаб – это возможность потенциации эффективности друг друга, потому что неволумаб активирует Т-лимфоциты, а эпилемумаб активирует сам процесс иммунного ответа, увеличивая праймеринг, увеличивая антиген-презентацию через дендритные клетки. Благодаря такой комбинации, двойная комбинация направлена именно на увеличение эффективности и интенсивности иммунного ответа. Протокол достаточно тоже элегантный, включает те же самые группы пациентов. В одной группе пациенты получали двойную комбинацию по модифицированной схеме неволумаб 360 мг раз в 3 недели, это новая дозировка, плюс эпилемумаб в сниженных дозах с целью уменьшения частоты аутоиммунных побочных реакций в дозе 1 мг на кг раз в 6 недель, плюс всего 2 курса химиотерапии против 4 курсов химиотерапии раз в 3 недели в зависимости от гистологической структуры опухоли. Первичная конечная точка в данном протоколе это общая выживаемость, это является очень важным, потому что это очень ключевой показатель для пациентов не мелкоклеточным раком легкого, потому что мы понимаем, что именно общая выживаемость является критерием эффективности терапии. В данном случае это демографические показатели, среднее количество циклов неволумаба составило 9, эпилемумаба 4, частота отмены препаратов была не очень высокая и вот показатели общей выживаемости. Несмотря на то, что медиана выживаемости не показала данных, которые были представлены в исследовании ЧЕКМЕИ-227, но она была достаточно симпатичная тоже, 15,6 месяцев в группе с двойной комбинацией против 10,9 месяцев в группе химиотерапии, абсолютно стандартный показатель. Одногодичная выживаемость увеличилась практически на 15%, 47% до 63%, разница статистически достоверна. При подгрупповом анализе мы видим, что основные преимущества были у пациентов возрастом менее 75 лет, вне зависимости от ЭКОК-статуса, ЭКОК-0 или ЭКОК-1, у пациентов вне зависимости от пола и у мужчин, и у женщин. Отдельная группа, да, выигрыш не зависел от гистологической структуры опухоли, плоскоклеточный либо неплоскоклеточный рак. Отдельную группу составляют пациенты, у которых выявлялись предлеченные метастазы в головной мозг. Надо сказать, что это, наверное, в будущем будет являться одной из таргетных групп для наношения двойной комбинации. Мы видим, что выигрыш пациентов с наличием метастаза в головной мозг был наиболее значимый. А также мы видим, что эффект не зависел от уровня PD-Л-экспрессии, и он соответствовал пациентам с положительной и с негативной PD-Л-экспрессией, был приблизительно одинаковый. При этом мы видим, что эффективность не зависела от гистологической структуры, и для плоскоклеточного и для неплоскоклеточного рака она была высокой. Конечно, для неплосклеточных раков медиана была еще более хорошей, более 17 месяцев. И она не зависела от уровня PD-Л-экспрессии. Мы видим, что в группе и с положительной PD-Л-экспрессией, и с гиперэкспрессией более 50%, и даже с негативной PD-Л-экспрессией показатели одногодичной выживаемости были приблизительно сопоставимы. Мы составляли от 63 до 70%, что является положительным фактором. Частота побочных эффектов, которые мы выявляем при применении двойной комбинации, соответствовала данным в других исследованиях. Наиболее часто мы встречали токсичность со стороны кожи, со стороны эндокринной системы, со стороны желудочно-кишечного тракта. Однако крайне редко токсичность составляла более третьей-четвертой степени, от 3 до 6%, то есть данные, которые мы имеем в других исследованиях. Таким образом, на сегодняшний день двойная комбинация плюс 2 курса химиотерапии является новой возможной опцией в лечении пациентов немелкоклеточным раком легкого. Причем основными, наверное, группами, в которых мы видим наибольший выигрыш, это пациенты с негативной PD-Л-экспрессией, это пациенты с наличием метастазов в головной мозг, а также пациенты из плоскоклеточного рака, потому что в этой группе мы имели хорошие результаты после одного и даже после двух лет наблюдения. Посмотрим, что будет дальше. Таким образом, на сегодняшний день, в 2020 году, мы меняем опции в лечении. У пациентов-гиперэкспрессоров в первой линии мы получаем две новые опции. Это применение отеза лизумаба в монорежиме у пациентов-гиперэкспрессоров, и, соответственно, эффективность двух протоколов приблизительно сопоставима, Empower 110 и Keynote 24, а у пациентов с негативной PD-Л-экспрессией, с наличием метастазов в головной мозг, мы имеем еще одну опцию. Это двойная иммунологическая комбинация плюс два курса химиотерапии, исследование Checkmate 9LA. Ну, это мы говорили о пациентах при отсутствии драйверных мутаций. Какие у нас новые достижения в лечении пациентов с наличием драйверных мутаций? Я не сильно перебираю время. Постараюсь быстро. Мы знаем, что на сегодняшний день в этих группах у нас практически мы выделяем большое количество. Если раньше мы говорили в основном о трех основных мутациях, это ИГФР, это АЛК и РОС транслокации, то на сегодняшний день мы уже говорим о возможностях лечения пациентов с наличием НТРК-мутаций, РЭД-мутаций, БРАФ-мутаций, и мы получаем уже несколько поколений препаратов. Если мы говорим о ИГФР-мутации, то мы знаем, что длительное время у нас практически препаратом выбора был афотениб, потому что препарат показал статистически достоверный выигрыш не только по безрецидивной, но и по общей выживаемости. Особенно у пациентов с благоприятным прогнозом имеется в виду мутации в 19-м экзоне. Исследования Люксланг-3, 6 и 7. При этом афотениб тогда был препаратом выбора у пациентов с редкими мутациями в 18-м и в 20-м экзоне, но не при мутации Т790М. И при этом на сегодняшний день этот препарат является препаратом выбора у пациентов с компаундными мутациями. Однако в 2019 году после публикации данных протоколов ФЛАУРа с применением асиммертиниба против препаратов первого поколения, когда асиммертиниб показал очень впечатляющие показатели безрецидивной выживаемости в 18,9 месяцев и общей выживаемости при зрелости данных более 60% в 38,9 месяцев, конечно же асиммертиниб стал в принципе препаратом выбора для первой линии. Однако, если мы посмотрим на подгрупповой анализ, а как мы знаем, дьявол всегда в деталях, то было очень странно, потому что, с одной стороны, не имели выигрыш при назначении асиммертиниба пациенты из азиатской популяции, а мы знаем, что это основная популяция пациентов, у которых мы выявляем и GFR-мутации. С другой стороны, не было показано преимуществ у пациентов с наличием мутации в 21-м экзоне мутации L858R, что тоже является очень странным, потому что мы, конечно, ожидали несколько другие данные. При этом, конечно же, асиммертиниб является препаратом выбора у пациентов с наличием метастаза в головной мозг. Поэтому в последнее время активно исследуются различные комбинации и комбинаторики. Первая из них – это возможность комбинации анти-GFR препаратов с ингибиторами VGF либо VGFR. И первое – это наиболее известное исследование NETJ-026, которое построено на японской популяции. Двойная комбинация – эрлатиниб плюс бевоцезумаб. Мы знаем, что было показано статистически достоверное преимущество по безрецидивной выживаемости, преимущество на 4 месяца с 13 до 16 и 9 месяцев. При этом были объективные данные по 1-годичной и 2-летней безрецидивной выживаемости. Однако в этом году на АСКО были опубликованы данные по общей выживаемости. И, к сожалению, двойная комбинация не показала преимущества по общей выживаемости ни для общей группы, ни для отдельно мутаций в 19 и в 21 зонах. Поэтому очень интересное новое направление – это комбинация анти-IGFR препаратов с ингибиторами рецепторов VGF второго типа препарат Рамацарумаб. Первое – это исследовательские, так сказать, работы, это доклинические исследования на мышах, где двойная комбинация на двух различных клеточных линиях, которые соответствуют 19 и 21 мутации в 19 и 21 зоне, двойная комбинация показала значимое улучшение выживаемости мышей и уменьшение времени до прогрессирования. Поэтому очень интересные данные были исследований RLA, которые были опубликованы тоже в этом году. Пациенты с наличием драйверных мутаций при хорошем функциональном статусе ЭКОК 0.1 рандомизировались в соотношении 1 к 1. В одной группе пациенты получали RLT в стандартных дозировках, в другой группе они получали двойную комбинацию RLT плюс Рамацарумаб. Исследование показало значимое преимущество и выигрыш по безрецидивной выживаемости. Выигрыш составлял более 6 месяцев. При этом одногодичная выживаемость увеличилась с 50 до 72%. Разница статистически высокодостоверна. При этом при проведении подгруппового анализа мы видим, что выигрыш по безрецидивной выживаемости отмечен вне зависимости от локуса и GFR мутации 19 либо 21 экзон. И при этом по абсолютным показателям безрецидивной выживаемости медиана выживаемости при наличии более резистентной мутации в 21 экзоне L858R соответствовала показателям выживаемости для 19 экзона. Они превысили 19 месяцев в обоих группах. По оценке общей выживаемости на сегодняшний день при зрелости данных около 46% мы не достигли медианы выживаемости ни в одной из групп. Но видим некоторые преимущества по выживаемости у пациентов, которые получают двойную комбинацию. Таким образом, на сегодняшний день двойная комбинация L-Latinib плюс Ramotsurumab зарегистрирована как возможная опция в лечении пациентов в первой линии терапии при наличии мутации, особенно в мутации в 21 экзоне. Ну и, конечно, как хирург не могу не сказать о возможности комбинации иммунотерапии с химиотерапией в неоадювантной и вадювантной терапии. Мы знаем, что очень долго и до сих пор ведутся дискуссии, есть ли место хирургическому методу при третьей стадии рака легкого. Это исследование наиболее известное, это исследование ERTC, опубликованное в 2009 году. Это исследование Intergroup 0139, которое до сих пор горячо обсуждается. И исследование ESPATU, которое было опубликовано в 2015 году. И во всех исследованиях было показано, что хирургический метод действительно характеризуется статистически достоверным снижением частоты локального рецидива. Например, в исследовании Intergroup локальный рецидив снижался практически в два раза, с 10 до 22%. Однако мы не видели выигрыша по общей выживаемости. Хотя во всех исследованиях группа с хирургическим компонентом имела некоторые преимущества. А мы знаем, что в Intergroup пациенты, у которых выполнялась объем операции менее лобоктомии, характеризовались статистически достоверными преимуществами. После публикации исследования PACIFIC о применении дюрволумаба для консолидации после проведения радикальной химиолучевой терапии, когда мы получили двухлетний прирост выживаемости 10% с 55 до 66% и статистические достоверные преимущества, применение этой комбинации, конечно же, говорили о том, что скоро хирургическое лечение, наверное, уйдет в третьей стадии немелоклеточного рака легкого. Однако мы прекрасно знаем, что качество хирургического протокола и качество хирургического лечения, конечно же, различаются в зависимости от уровня клиники. И вот очень интересная публикация, которая была в этом году на АСКО из MD Anderson Cancer Center из Техаса, вы знаете, что это одна из двух ведущих американских онкологических специализированных клиник, в которой было показано, что при проведении хирургического лечения после индукционной химиотерапии с возможностью проведения адювантной химиолучевой терапии, статистически значимо уменьшилась частота локального рецидива более чем в два раза, причем показатели пятилетней выживаемости и медианы выживаемости в группе с хирургическим лечением увеличились в три раза. И авторы исследования еще раз говорят и напоминают, что когда мы анализируем проспективное исследование, надо в первую очередь анализировать качество хирургического лечения, а мы знаем, что не во всех даже американских клиниках качество хирургического лечения соответствующее, а если мы возьмем еще и регионы Российской Федерации, то мы, наверное, не будем комментировать эту позицию. Поэтому на сегодняшний день проводятся четыре проспективные исследования третьей фазы. Это исследование ARVIL с применением отезолизумаба, точнее, извините, с применением неволумаба, исследование EMPOWER-10 с применением отезолизумаба, исследование KNODE-91 с применением пембролизумаба и исследование ADRA-DURA с применением, соответственно, дюроволумаба, как понятно из названия. Учитывая, что основными критериями будут непосредственные результаты и частота объективного ответа в удаленном препарате, а это препараты с… в ближайшее время, я думаю, что данные по этим исследованиям будут опубликованы. Еще одно направление – это комбинация неодевантной иммунотерапии и химиотерапии. При этом в этом году в журнале Science вышла статья Сьюзан Тополян, в которой она пишет о том, что проведение неодевантной терапии с применением иммунных препаратов имеет преимущество, потому что мы имеем высокую биодоступность препаратов, мы имеем неповрежденный иммунный, так сказать, коллектор в зоне самой опухоли, наличие активных лимфоузлов, в которых и происходит прайминг и активизация иммунных клеток, и, соответственно, мы можем рассчитывать на хорошие эффекты. И одно из таких исследований, это исследование, которое было опубликовано в 2018 году, когда сравнивались неодевантные и одевантные режимы проведения анти-PD-1, анти-CTLA-4 и комбинации, применялся неволумаб, эпилемумаб и их комбинация на мышиных моделях, и было показано, что применение препаратов в самостоятельном режиме неволумаб либо эпилемумаб неодевантно или одевантно не характеризуется статистически достоверным влиянием на выживаемость. В то же время у пациентов, у которых проводилось неодевантное применение двойной комбинации, характеризовались двукратным уменьшением частоты макро- и микрометастаза в легком и улучшением выживаемости на мышиных моделях. Поэтому было проведено исследование NEOSTAR, тоже достаточно маленькое элегантное исследование, всего 44 пациента. В одной группе пациенты получали неодевантный неволумаб, в другой группе двойную комбинацию, и первичная оценка проводилась по частоте либо полных регрессий, либо максимальных регрессий, когда остается менее 10% живых опухолевых клеток. И было показано, что двойная комбинация также характеризуется практически более чем двухкратным улучшением частоты полных регрессий опухоли, с 9 до 29% трехкратным. И при этом частота максимального ответа плюс полные регрессии была в два раза выше у пациентов, которые получали неодевантную двойную комбинацию. А частота иммунокомпетентных клеток в зоне первичной опухоли также была значимо выше у пациентов, которые получали двойную комбинацию. Еще одна возможная комбинация – это сочетание химиотерапии и иммунотерапии. Здесь преимущества те же самые, что и по предыдущим исследованиям. Это непораженное и неповрежденное сосудистое русло, это химионаивная опухоль, это лизис опухоли на ранних фазах с возможностью ранней апсенизации и получения так называемого апскопального эффекта. И исследование НАДИМ, которое также показало, что сочетание химиотерапии и иммунотерапии характеризуется значимым увеличением частоты либо полных регрессий опухоли, либо максимальных регрессий опухоли, когда остается менее 10% живых опухолевых клеток. И это все, конечно же, будет транслироваться в улучшение показателей выживаемости. Аналогичное исследование с АТЗА-лизумабом. И мы тоже видим, что пациенты, которые получали неодевантную терапию, химиотерапию плюс АТЗА-лизумаб, характеризовались частотой полных регрессий опухоли на уровне 30%, а частотой максимальных и полных регрессий на уровне 50%. На сегодняшний день проводятся три проспективные исследования. Checkmate 816, Empower 30 и Keynote 671, результаты которых, я думаю, мы узнаем в 2021 году. И еще одна комбинация. Это уже возможность комбинации химиолучевой терапии плюс иммунотерапия в ранних фазах. Тот же самый попытки получения абскопального эффекта. Два протокола, которые проводятся в настоящее время. Результаты будут представлены в ближайшее время. В заключении, конечно, требуется сказать, что на сегодняшний день проведение агрессивной неодевантной терапии обязательно требует проведения адекватного нутритивной поддержки у пациентов, в первую очередь с применением иммунонутриентов. И для этого очень хорошо помогают различные нутритивные факторы, такие как, допустим, продукты ресурс, которые мы используем при проведении иммуно- либо иммунохимиотерапии у пациентов в неоадювантном режиме. При этом тут достаточно широкий спектр самих препаратов с наличием гиперкалорических смесей, с наличием высокого уровня белка, как за счет молочного белка, так и за счет козеина. И при этом мы имеем снижение частоты побочных эффектов при проведении агрессивной терапии. Это, конечно же, нужно учитывать у пациентов. Плюс у пациентов различные нутритивные жидкие смеси, такие как Эмпакт, также позволяют снизить частоту побочных эффектов и облегчить проведение такой агрессивной терапии. И это является факторами выбора. В связи с некоторым дефицитом времени, наверное, я не буду останавливаться на выводах. Хочу отметить только, что в 2020 году мы приучили в арсенал новые возможные комбинации в лечении. Мы уже уходим, может быть, от применения иммунных препаратов в монорежиме. Мы стремимся к комбинации иммунотерапии с химиотерапией. И, конечно же, мы получали новые возможности. Плюс у пациентов с наличием АГФР-мутации мы исследуем новые возможные комбинации в лечении пациентов из этой, может быть, более благоприятной группы, но группы, которая еще требует, наверное, осмысления. И в ближайшее время, я думаю, мы получим новые интересные комбинации. Ну и, конечно же, у пациентов с третьей стадии мы не должны идти, возможно, по шаблону, наночая им химиолучевую терапию с поддерживающей терапией в последующем. А мы должны больше думать о интеграции агрессивной химиотерапии, иммунотерапии и хирургического метода. Причем каждый из методов должен выполняться в максимально доступных агрессивных вариантах. И тогда мы, возможно, получим наиболее оптимальные результаты в лечении пациентов в третьей стадии рака лёхого. Спасибо за внимание.